друзья вы на канале интересный life с вами наташа юра с детройта сейчас мы проезжаем по самой главной и старой улице детройта улице woodward avenue эта улица проходит через центр детройта на этой улице проходит ежегодное автомобильное шоу старых американских автомобилей поскольку детройт это город автомобильной индустрии сейчас мы проезжаем город royal lock который 20 километровой отдаленности от города детройта и сегодня такая будет интересная тема вторая жизнь вещей если вам это интересно оставайтесь с нами поехали расскажу вам обо всем мы уже девятнадцатый год живем америке а у меня есть еще вещи в которых я приехала сюда представляете но пришло время с ними расстаться хотя говорят если вас шкафу провисела платье или вещь которую вы не носите год вам нужно с ней расставаться потому что вы уже больше никогда не оденете и это правда наш сын студент уже что я делала с детской одеждой по мере его взрослением отдавала магазин и вся контент бесплатно занималась благотворительностью сегодня вместе с вами проведем эксперимент отдадим одежду комиссионный магазин вместе с вами я впервые захожу магазин комиссионный в америке регенерейшн перерождением чтобы сдать вещи на комиссионку мне пришлось ждать два месяца сегодня 11 января у меня назначено время было на 3 часа дня когда я могу сдать вещи на комиссионку почему я выбрала именно этот магазин потому что о нем очень хорошие отзывы это магазин фирменной эксклюзивной одежды у нас куртка lamborghini я показываю вещи которые я собрала в нашем доме которую мы уже не одеваем одежду расхламила наши шкафы платье от зары вязаные пальто дизайнерское такое интересное я его покупала лет 15 назад она стоила 80 долларов помню и я покупала по скидке 50 процентов она интересного такого дизайна на замочке и вот плащ белый летний даже от интермикс это дизайнерская одежда достаточно дорогая платьем интермиксе до 350 и 400 долларов есть даже блузки которые я не надевала уже лет 15 также но они сказали что нужно приносить сезонную одежду то есть сейчас лучше всего они принимают зимнюю одежду куртки весенние а также обувь платье также это надевала наверное один раз на какой-то праздник на новый год кажется а вот это также дизайнерское платье очень хорошие она с коротким рукавчиком но она под шею имеет воротничок и она натуральная блузки также от интерн микс они стоят лет 70 или 80 долларов я также покупала по скидке 50 процентов на распродаже блузки думаю возьмут потому что весна уже будет скоро хотя у нас еще зима не начиналось я показываю вам одежду которую мы выбрали дома который мы не одеваем мне самой интересно что возьмут из кого сколько оценят это сорочка joseph bank юра также уже их не одевает без рукавки тоже не одевает костюмы еще иногда одевает без рукавки нет вон без рукавка еще сбирочка с чистки куртка north face это артемкина она уже маленькая ему еще один такой с пуговицами плащ весенний также он не уже маленький есть комиссионки где ты заходишь и у тебя сразу забирают вещи это магазине тебе назначают appointment ты приходишь и сдаешь одежду сюда попасть очень трудно я ждала два месяца потому что он очень престижный и мне стало интересно сколько стоит здесь одежда вот еще куртки сына с подросткового возраста посмотрим что они возьмут еще несколько платьев нашла которые мне маленькие собрала две больших сумки ненужные тебе вещи можно просто выбросить но жалко тот труд тем более если вещь еще в хорошем качестве можно отдать нуждающимся а можно дать им вторую жизнь и в америке это очень популярно отдать секонд-хенд как я уже вам рассказывала или продать на ebay но продать на ebay ты можешь только если ты занимаешься этим профессионально то есть тебе нужно посвящать много времени этому там нужна регистрация много времени нужно уделять продажам а также нужно платить налоги одна из самых популярных страничек сейчас marketplace на фейсбуке я сдала вещи на комиссию пока они оценивают сделай маленький обзорчик магазина комиссионки в америке от мужские пиджаки фирменные а также дизайнерские стоит около 20 долларов условием приема на комиссию было то что у меня одежда постирана приведена в порядок поглажена вот какой яркий мужской костюмчик и даже есть одежда для рыбалки штаны для рыбалки интересно сколько они стоят магазине спортивном стоит около 60 долларов а здесь сейчас посмотрим двадцать восемь долларов оказывается штаны на рыбалку и охоту есть дизайнерские штаны покупателей много нет сейчас январь такой холодный месяц для покупок а вот когда я была два месяца до этого народу было очень много все готовились к новогодним праздникам новогодним путешествиям и искали что такое интересненькое очень много одежды есть новая не ношеный с бирочками даже брюки мужские стоит до 20 долларов я вижу 15 10 10 даже есть вот брендовые джинсы они магазине стоят около 60 долларов а здесь я вижу 35 долларов вот эти стоят также есть щетку популярный сайт край глист где также можно продавать одежду ну и конечно американцы всегда делают гараж сайл распродажу одежды и вещей которые дома не нужны главное отличие комиссионки от секонд-хенда что тебе платят деньги за твои вещи а вот вижу джинсы от h&m новая сберочка стоит 10 долларов если кому-то принципиально носить только фирменную одежду конечно лучше купить дешевле чем покупать так дорого в магазине здесь комиссионном магазине так как у нас здесь тебе сразу платят деньги за товар который у тебя забирает которую тебя покупают а вот бабочки галстуки 15 10 долларов вижу ремни кожаные 10 долларов все как новенькие а вот с бирочкой новые 17 долларов стоит кожаный натуральный ремень из такие интересные склепом дизайном вышивкой у нас такая странная погода 7 января на рождество пошел снег а сегодня уже основа весна галстуке вот хэфта веню очень популярный брендовый магазин 7 долларов только стоит и вон какие дизайнерские галстуки смотрим женские кофточки 6 долларов ничего такого интересного даже не вижу почему этот магазин такой популярный почему столько хороших отзывов или может точно до праздников раскупили а теперь просто остаются такие остатки а вот свитер наверно 20 лет назад мы такие одевали ну такие даже это интересные вещи но они совсем не модные хотя комиссионка всегда была на любителя это что такое эксклюзивная интересная вон какая куртка яркая фиолетовая да еще золотыми кольцами наверное с фильма повелитель колец и вот такой ручной работы дизайнерская вещь но наверное людям некоторым нравится 25 долларов стоит такой свитер и вот расшитый весь бисером стоит всего на всего 14 долларов да тут бисера и бусинок больше чем на 20 долларов но люди что-то ищут и находят свое очень большое разнообразие сумок интересные такие вот смотрите с вышивкой такая интересно с ручной вышивкой 14 долларов стоит а вот такая сумка кошелечек чтоб сразу увидели где деньги лежат 18 долларов стоит магазине секонд-хед одежда проходит обработку а здесь ты приводишь порядок вещи которые сдаешь а вот такая неплохая замшевая дорожная сумка 18 долларов стоит хорошем качестве а здесь типа под шанель только три кольца олимпиада сумка а вот какая красивая вязаная смотрите дизайнерская 20 долларов всего на всего стоит синему пальто очень красиво смотрится а вот также такая яркая желтая дорожная сумка 25 долларов красивая немецкая между прочим туда здесь такие эксклюзивные вещи попадаются еще в америке есть блошиный рынок также я еще никогда на нем не было но вместе с вами в этом году обязательно попадем вот смотрите целая витрина свечи домашней ручной работы очень красивые они такие дизайнерские эксклюзивные на каждой крышечке к сезону своими руками или шапочка вязаная чашечка или зимние елочки так красиво с ленточками 30 долларов они стоят разных цветов разные баночки очень красиво эти на все праздники и на весну и на осень маленькие такие фигурки декорации из такие маленькие за 10 долларов очень красивый подарок на праздник посмотрим что осталось из платьев что есть интересная вот оля 90 кожа заменитель ножницами порезали и сколько это эксклюзивная вещь стоит 15 долларов дизайнерская между прочим а вот такое вязаные крючком также стоит 15 долларов дизайнерская красные шерстяное 18 долларов я любила и люблю красные платья не одеваю сейчас но у меня есть несколько красных платьев люблю и все но черненькие у меня также маленькие есть у каждой женщины должно быть маленькое черное платье у меня если на меня она не налазит вот мою одежду оценивают вижу много оставили себе не знаем что за работаю увидим вместе как вы думаете сколько денег я смогу выручить с этой своей одежды я думаю доллара 50 будет мужские куртки а вот какая косуха а здесь даже турция турецкая натуральная кожаная всего-навсего 38 рублей а у нас их продавали по 200 а раньше были 100 долларов 38 долларов а я сказала рублей 38 доллара стоит а вот какая замшевая ковбойская 30 долларов хотят за ним от зары куртка за 16 долларов он наверно стоит заре около 40 долларов я так думаю я не видела таких курток а девчонка работница все развешивает вижу поступление товаром брючки женские также от 15 до 20 долларов эти яркие такие летние а вот ковбойские ботинки они очень популярны в америке натуральные фирменные кожаные стоят до 400 и 500 долларов вот эти конечно протертые но они натуральные 50 долларов хотят за них и такие подешевле и за 20 за 3 не самой они нравятся что самое главное них почему они такие популярны вот это удобный каблучок и они подходят и под платье и под брюки очень универсальные а вот эти смотрите какие хорошенькие 78 долларов новенький 38 размер взяли моих 14 вещей они оценили эти вещи стоимость их 254 доллара и мне принадлежит только 30 процентов то есть 76 долларов а 70 процентов если вы слышали принадлежит магазину credit store то есть комиссионный здесь 70 процентов у нас если они ошибаюсь раньше было 30 или 40 процентов куртки забрали без рукавку зара платье поставили цену 12 долларов также вот взяли этот белый плащик и некоторые блузки забрали интермикс и вижу платье некоторые забрали отдали назад красивые летние платья с коротким рукавом сказали что они очень красиво чтобы я пришла еще к ним весной и назначила я уже appointment марте ну вы как считаете 76 долларов неплохая цена хорошие денежки а я бы просто отдала бесплатно хотя часть которую они не приняли все равно отдам секунд-хенд неплохое пополнение семейного бюджета на 76 долларов теперь спокойно их можно потратить на потерянные посылки так что друзья ждите нового видео с потерянными посылками а я жду денежки они платят кэш напишите а у вас стране есть комиссионки еще из какие комиссионные в этом магазине я помню у нас комиссионных магазинах деньги тебе отдавали только тогда когда вещь продалась а здесь видите нет здесь сразу тебе платят за твои вещи друзья напишите понравилось ли вам это видео интересно ли вам слушать такой формат спасибо вам за просмотр до новой встречи пока пока а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok